Пуля в лоб против вилка в глаз или, ну вы знаете, куда там раз, правда, да? Что сильнее в нынешней России? Мне кажется, понятно. Пуль в лоб, буль-буль, буль в лоб. А что ты сделаешь? Ну ровные пацаны, которые такую схемку провернули, они ничего себе в лоб пускать не будут. И что? В нормальном государстве есть закон. И сильное государство имеет возможности и необходимости эти законы реализовывать. А слабое? А слабое ищет оправдание. Сейчас много обсуждают, ну как же так? Завели уголовное дело, а потом отпустили. Вот уехал в Белоруссию. Это же насмешка над юридическими нормами. Я просто хочу напомнить, что юридические нормы – это не заповеди Христовы. И не скрижали Моисеевы. Юридические нормы пишут люди. Люди пишут юридические нормы для того, чтобы они защищали правопорядок и стабильность в стране. И если в каких-то исключительных, критических случаях получается так, что юридические нормы перестают выполнять свою функцию защиты правопорядка и стабильности, а выполняют функцию же обратную, то они идут лесом. Боже, какие дешевые отмазки. Боже, какое падение уровня, а? Сильное государство, во-первых, до такого не довело бы. А во-вторых, привлекло бы ответственных по всей строгости. Хотите пример? Нет вопросов. 2016 год. Турция. Армейский путь против Эрдогана. Безумный день с бомбардировками президентского дворца, танками в Стамбуле и не только в Стамбуле. По итогу Эрдоган победил 9 тысяч посаженных путчистов. Генералы без погон. Даже те, кто путь не поддержал. Ну, типа главкома ВВС Турции и генерала Остюрка. Он просто допустил смуту и оказался не в то время и не на той авиабазе. И потерял погоны. А в России что? В великой, могучей, всесильной Раисе. Осторожно, подставьте ведро или тазик под экран. Сейчас будет много соплей. Первое время мне казалось, что это снится. Что этого не может быть. Ну, для человека, хоть шапочно знакомого с историей, такое дежавю... Подождите, подождите. Это только что было. Только что была Первая мировая, которая уже была почти выиграна. И ровно в этот момент случился вооруженный мятеж, в результате которого и Первую мировую проиграли, и территории потеряли, и страну... Разрушили и проиграли. Как опять? Третий раз за сто лет? И вдруг показалось, что всё, в чём мы живём все эти полтора года, СВО, контрнаступ, всё, что мы обсуждаем каждый день, здесь отошли, там не дошли, тут перешли, там вышли, это всё показалось так преодолимо по сравнению с угрозой того, в чём мы прожили минувшие сутки. С угрозой гражданской войны. А почему нет, Маргарита? Что-то изменилось по сравнению с предыдущими двумя разами? Что-то по-другому? Может быть, в России создана система сдержек и противовесов? Может быть, законы работают? Может, хоть что-то работает? Мы говорили с Аббасом Галямовым, так он вообще считает, что таким образом Пригожин вот с помощью танков на трассе Дон пытался до Путина достучаться, потому что тот вообще перестал в созданной им же системе свою функцию выполнять. Споры разруливают. Слабое государство. Слабый лидер. Так почему же революции или путча не может быть? Не просто может, будет, обязательно будет. 25 тысяч с тяжёлой техникой, с противовоздушными системами, тысячи с лишним машин Пошли не на Киев, не на Львов, не на Варшаву, а пошли на Москву. Конечно. Потому что на Киев слабо. Попробовали, обломались, утерлись и сбежали. Больше не хочется, как говорят в Украине, дурных нема. А вот Москва в самый раз на кураже. Красиво. Потому что Киев сильный. А Москва слабая. Москва позволяет творить с собой всё, что хочешь. У кадыровцев, спросите, они много могут рассказать о том, как Москва терпит, да ещё и денег за терпение своё отсыпает вагонами РЖД. Ты можешь всё, что угодно делать. А когда у тебя несколько миллиардов долларов на счетах и 25 тысяч сотрудников с тяжёлым стрелковым вооружением, открывается ещё и опция захватывать власть тогда там, где тебе хочется. По настроению. Пакет миллиардера с ЧВК All Inclusive. Вот не нравится чё-то? Есть своё мнение или спор какой? Пожалуйста, опция открыта. Знаете ли, одно дело быть кем-то недовольным, а другое дело против страны пойти, против народа, против верховного главнокомандующего, всенародного избранного. К счастью, одумает. Давайте ещё раз. Пригожин создал свою ЧВК, набрал верных людей, раскрутил бюджет на миллиарды себе в карман и ещё миллиарды на вот этих людей. Вы же понимаете, что Пригожин за госсредства купил их лояльность к себе лично. Плевал на власть, Шойгу же-то власть. Короче, всё, что захотел, сделал. И, судя по закрытому делу, это всё не считается идти против страны. Вова, сын Рудольфа, ты чё, этого всего не знал? Про то, кто платит, и как всё устроено, знал. И всё равно Пригожину вылизывал до блеска его шеврон, поднимая тем самым и его популярность, и популярность Вагнера как силы. И вот, молодец, отлично справился. В Ростове Вагнеров встречали, кормили, поили, на улицах фоткались. Герои-освободители? Всё, как ты и говорил в эфирах. Правда, есть нюанс. Мятеж поддержали только враги. А вот народ не поддержал. Народ пошёл за президентом. Для меня в этот момент было очень важно, как отреагирует армия. Меня новость о начале мятежа застала, когда я выходил из пятихаток. Потому что я же поехал туда, где горячо. Я хотел на ребят посмотреть, хотел их увидеть. И поэтому всю субботу я с мужиками созванивался, был на связи. И они мне говорят, Володь, мы не знаем, что там у вас происходит, но мы здесь. Мы бьёмся. Вы там разберитесь. Пожалуйста. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Прям вот пошёл за президентом, дошёл до телевизора и интернета и остановился. Замер. В ожидании. А чё дальше будет? Хоть один какой-то митинг, завалящий в поддержку Путлера, был? Ну, хоть пикет какой-то там с плакатиком от руки, написанным «Путин мой президент» или хотя бы «Вован, я с тобой». Блин, в условиях, когда вся полиция и Росгвардия по Москве бегали с подозрительно грязными в скрепных местах штанами и блокпосты из мешков мастырили против танков. Такой пикет даже разогнать бы некому было. Был пикет? Нет. А чё? Что помешало народу выйти и поддержать президента? Или просто некому поддержать? Вот в России власть может быть любой, кроме слабой. А власть слаба. Её слабость во всём. Вот в этом. В качестве шага доброй воли вооружённые силы Российской Федерации завершили выполнение поставленных задач. Слабые. Потому что проигрываете начатую вами же маленькую и победоносную. Вот в этом. Отношения скотские от офицеров. Мы никому не нужны. Подготовки ровным счётом ноль. Мы жрём то, что сами себе покупаем. Слабые. Потому что воюете мясом и никак по-другому в 21 веке воевать не можете и не умеете. Вот в этом. Они идут лесом. Эти юридические нормы. Слабые. Потому что закона в стране нет. Правды нет. Справедливости нет. вот в этом. Слабые. Потому что слабые бьют по миру. Убивают детей, подростков, официантов. И уж совсем немощные этому радуются. Потому что радоваться больше нечего. И вот в этом. Тоже слабые. Противник утратил 259 танков, бронемашин 780. Потому что слабые врут. Врут всё время. Государство всё время врёт. Путин всё время врёт. Потому что слабые. А значит, медный таз уже начищен и готов накрыть всех на просторах немытой и большой. Именно большой. Невеликой. Ведь великие настолько слабыми не бывают. И вы можете и дальше терять людей сотнями тысяч. Убивать ракетами мирных украинцев. Подрывать плотины и угрожать всему миру то ударом ядеркой, то подрывом АЭС. Всё это только подтверждение вашей слабости. Потому что сильные признали бы ошибки. Рассчитались по счёту. Возместили ущерб и убрались во своё си. Но этой силы вас нет. Поэтому придётся вас вышвырнуть. И сделают это те, кто действительно сильный. Украинцы. Огонь. Субтитры создавал DimaTorzok